Особое мнение на 101FM Для меня самый заметный показатель того, что весна близко, это то, что у нас в 3 часа дня светло и в 4 часа дня светло Хорошо так, и в 8 утра светло То есть на улице днем белый день, это хорошо Ладно, мы к серьезным таким темам перейдем, но я должна сказать нашим слушателям, прежде чем мы начнем разговор с Романом О том, что есть возможность задавать вопросы гостю, во-первых, через форму анонса на нашем сайте, пожалуйста, пишите Либо через телеграм-канал Эхо Кирова, либо через Вайбер 8 909 720 101 и 0 Мы следим, пожалуйста, пользуйтесь, все для вас, что называется Роман, не могу не спросить про Лубягина Тема такая, ну уже может быть не очень горячая и острая, такая вяло текущая Из такого активного противостояния жителей власти перешла в режим переговоров, я бы так сказала Но тем не менее, на прошлой неделе уже в общественной палате на комиссии по экологии эту тему обсуждали И у меня к вам, как к законодателю, вот какой вопрос У нас, во всяком случае, там вот, ну, у нас здесь редакции и у жителей тоже, мне кажется Есть ощущение, что эта тема как-то внезапно на всех свалилась Ну, то есть, не было какой-то подготовительной информационной работы Возможно, велась какая-то работа с документами, о которой никто не знает И о которой сейчас рассказывает Министерство охраны окружающей среды Да, о том, что было отсмотрено 26 участков И сейчас к этому списку вроде как вернутся и посмотрят, может быть, еще что-то, кроме Лубягина Вот это действительно так? Это было внезапно? Ну, тут на две части, наверное, надо разделить То есть, участки смотрели и смотрели с 2016 года, когда впервые пошла проблематизация по Сенцам О результатах смотрения, там, рассмотрения этих участков я ничего не могу сказать А вот именно тема с Лубягина образца 2020 года и для меня была достаточно внезапной То есть, первые вопросы начали возникать в ноябре, когда была принята территориальная схема По обращению с отходами новой редакции В ноябре прошлого года Ну, то есть, смотрите, Лубягина на самом деле в террасхеме был изначально на 2027 год Достаточно обезличенно этот объект там находился в 2027 год В террасхеме в новой, которая уже утверждена, которая прошла общественное обсуждение в том числе И там есть целый протокол вопросов, который граждане задавали в ходе этого обсуждения В террасхеме я с удивлением увидел, что Лубягина переместилась то ли на 1924, то ли на 1922 год И там есть разночтение, вот в таблице одно написано, в самом тексте другое Без мотивировки, то есть мне мотивировка, она до сих пор неясна и непонятна вот таких сдвижек Следующая инкарнация этой темы была это поправки в бюджет 2020 года Точнее утверждение бюджета в окончательной редакции, когда мы увидели субсидию 20 миллионов на проектно-сметод документации На самом деле даже не на ПСД, это следующий шаг То есть на изыскание о возможности организации какого-то объекта по обращению с отходами в Лубягину Почему? О возможности, потому что итоговое резюме можно строить, нельзя строить и что можно, а что нельзя Оно получается только по результатам геологических, гидрогеологических изысканий Мы понимаем, почву будут держать, не будут есть водоупорный слой, нет водоупорного слоя, какого размера То есть поэтому, скажем так, до проведения этих изысканий вообще рано говорить о том, может ли что-то быть размещено на той территории О которой беспокоятся в том числе общественники, граждане, проживающие в районе действующего полигона Лубягина То есть то, что там есть существующие карты, построенные по законодательству прежнего времени Вообще не значит, что там можно организовать 100% что-то новое А вот то, что заявляет Министерство охраны окружающей среды про 26 участков, которые были изначально в списке Потом 5 участков в шорт-листе, что называется, да, и якобы Лубягина, и вот та территория возле Лубягина оптимально подходит То есть это не окончательное еще решение? Я не знаю, окончательно оно или нет, это вопрос к министерству Наверное, не окончательно, раз сейчас пошли разговоры про иные точки Раз еще не было изысканий никаких Вот смотрите, то есть я знаю про какие участки Знаю про участки в Юянском районе, там промзона, она действительно заросла лесом и находится в заливаемой зоне То есть вот хуже территории не найти затапливаем Планы анонсированные в свое время по Каринторфу и заречной части Чпецкого Звучали по одно время, Илья Вячеславович Шульгин их озвучивал Насколько я понимаю, там тоже худшего места не найти Потому что торф, во-первых, там, не дай бог, возгорание И все, это на тысячи лет будет горение, там, тление этого торфа То есть тоже участок, не подходящий под другие участки, я не знаю Не-не-не, у меня вопрос был конкретно по Лубягину То есть раз изыскания еще не проведены И раз еще нет точного понимания, что да, там можно Да, то не факт еще, что вообще что-то будет Человек, который за последние годы, скажем так, поднаторел в теме экологии Организации обращения строительными коммунальными отходами Считаю, что до проведения предпроектных работ Вообще рано говорить о том, может ли там быть что-то размещено Вот так вот, вот такое вот мое суждение Понятно И еще у меня вопрос Вся эта внезапность, которая вокруг Лубягина сейчас образовалась Она многими связывается с проблемами полигона в Осенцах Осенцы-Осенцы Говорят, что, собственно говоря, нам нужен был большой объект По переработке там, да, и по скодированию наших отходов Кировских я имею в виду, да, и вообще Кировской области И якобы Лубягина это будет замена Осенцам Вот на мой взгляд, просто в силу временных рамок Лубягина не может быть никакой замены Осенцам Просто, ну вот, давайте хронологию посмотрим Сейчас идет ряд судебных разбирателей, касающихся действующей карты полигона Осенцы Давайте назовем для ясности Осенцы-1, потому что вот на самом деле это вторая карта Первая это большая, которая так и не построена Которая на 8 лет Да А сейчас, которая на 2 года Она заканчивается в августе этого года Вот смотрите, вне зависимости от судебных решений Эта карта, она будет выведена из эксплуатации Либо до августа, либо чуть после августа Но в 2020 году То есть в этом году уже все Сроки проектирования полигона в Лубягина Просто разумные сроки проектирования строительства Это 2-3 года Ну не меньше То есть очевидно, что вот если мы остаемся без осенцев То никакой гипотетической Лубягин нас на настоящий момент не спасет Так, а вот сейчас очень тревожно стало Потому что не очень понятно, а что тогда с длинной-то вот этой картой, которая на 8 лет Она вообще будет? По моей информации, на эту карту есть разрешение экологической экспертизы Которая была получена в конце прошлого года Это уже новое управление Роспереднадзора В Перми, которая расположена, оно проектную документацию По второй карте Давайте так, осенцы 2, да? Оно одобрило Позиция ДОСАФ, которая часто ссылается ДОСАФ за, ДОСАФ против Вот давайте просто посмотрим, почитаем материалы судебных заседаний Мы увидим, что ДОСАФ в лице в том числе федеральной организации Пытается либо заключить мировое соглашение с инициаторами строительства Либо отозвать иск Вот сегодня как раз будет рассматриваться вопрос отзыва иска Почему? С чем это связано? С тем, что, вот как я мог видеть своими глазами Вопросы авиационной безопасности в осенцах на настоящий момент сняты То есть, да, действительно, по одно время было скопление птиц Прошлым летом и активисты в свое время это замечали Потому что были установлены ультразвуковые отпугиватели Они, честно говоря, там ворона сидит на этой пушке ультразвуковой, каркает И ее это никак не пугает В том числе и по моей просьбе Я не раз туда выезжал, но раз в месяц стараюсь точно бывать Были установлены специальные шумовые отпугиватели Такие промышленные, как используются на территории аэропортов Каждые пару минут имитация оружейного выстрела А там еще эта штука уперта в стену ангара Поэтому бахает, мама, не горюй Никаких птиц на настоящий момент нет То есть просто их нет Там прилетает одинокая чайка, сядет После этого она улетает на скорости максимально допустимой Потому что, да, страшно То есть были проведены экспертизы, в том числе выездные С участием специалистов по орнитологической безопасности Которые подтвердили, что на настоящий момент полигон безопасен для полетов самолетов То есть в чем сегодняшний законодатель, изменившийся с момента, когда тема по осенцам 1 возникла Он допускает размещение объектов в приодромной территории при наличии соответствующего соглашения и экспертиз Поэтому будем смотреть Я не знаю, как будет развиваться ситуация действительно Но документально Препятствий нет Препятствий нет Да, разумеется, с сортировкой, потому что строительство объекта без сортировок у нас законодательством запрещено Теперь уже да То есть Лубягина это не замена осенцам? Скорее это альтернативный вариант, как я понимаю, точнее не альтернативный, а вариант, который проектировался с целью снятия каких-то логистических проблем Я так думаю То есть более удобный с точки зрения логистики, возможно, более дешевый Коллеги, я вот сейчас сам Сложно сказать Для себя ответы на вопросы Вопрос, точнее, на который я пока ответ не могу находить Это найти это средство, за счет которых это может строиться Потому что тариф у нас все Он может, плата граждан у нас из-за ТКО может расти не более чем на 4% в год То есть, соответственно, инвестиционная составляющая по осенцам, она в тарифе уже на настоящий момент Ну, можно пересматривать плюс-минус Это выполнено, это не выполнено А нового объекта там нет Либо это федеральные деньги, либо частные инвесторы Еще раз, я сам ищу Полтора миллиарда Я сам ищу ответы на эти вопросы И думаю, вместе мы сможем найти, наверное, можно сказать главное Что, знаете, как незабвенный Виктор Степанович Черномырдин говорил Никогда такого не было, и вот опять Вот, на мой взгляд, представители, в первую очередь, Министерства охраны окружающей среды Которые организовали процесс Не учли в полной мере опыт осенцов Не начали работать с самого начала с общественностью И сейчас им придется выходить из этой ситуации, ну, уже, скажем так, в форс-мажорном режиме Действительно, и президент у нас об этом говорил Имеют право знать, что и как у них будет происходить И с самого начала информационная работа построена Вряд ли кого-то мы бы убедили в том, что полигон рядом с домом – это хорошо Но то, что мы бы дали людям информацию, с которой они могли бы, ну, как-то оперировать Вместо того, чтобы пытаться заполнить незнание, недостаток информации Какими-то фантазиями Вот с этим точно можно было работать Ну что ж, будем смотреть, как будут работать дальше Роман Титов, вице-спикер ЗАГС Собрания в нашей студии Мы сейчас сделаем перерыв на 20 секунд и вернемся Особое мнение на 101FM Это особое мнение Романа Титова, вице-спикера Законодательного собрания Кировской области И председателя Комитета по бюджету и налогам И у меня к Роману сразу же вопрос Тут на прошлой неделе, на позапрошлой неделе появлялась эта информация И официально, наконец, она подтвердилась Галина Буркова, ваша коллега по Законодательному собранию Руководитель комитета, социального комитета Законодательного собрания Рекомендована на пост уполномоченного по правам человека Если я не ошибаюсь Пока еще не рекомендована Кандидатура Галины Игоревны действительно внесена депутатами Законодательного собрания На, скажем так, на согласование То есть, вот процедурно объясню Галина Игоревна пока никуда не уходит Пост-представитель бюджетного комитета не покидает И работает спокойно на своем месте До какого момента? Если кандидатура Галины Игоревны будет согласована Законодательным собранием в этот четверг После этого материалы направляются Федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой В Москву? На рассмотрение То есть, что там происходит Это вот, скажем так, черная комната То есть, мы не знаем, какие там согласительные процедуры И что и как После этого Кандидатура Галины Игоревны нам вносится В Москальковой уже на рассмотрение В качестве кандидатуры Рекомендована к утверждению Это будет следующий ЗАГС собрание К примеру То есть, мы по большому счету По уполномоченным два раза голосуем После этого уполномоченный приносит присягу И слагает себя одновременно с этим Полномочия депутата законодательного собрания И руководителя комитета Только в том случае Если федеральную уполномоченную Эту кандидатуру одобрит Внесет нам И мы за эту кандидатуру проголосуем Вот только так А история с тем, кто займет Может занять место Галины Бурковой В комитете Это как-то депутатами обсуждается сейчас Мы пока эту историю даже не обсуждаем Честно говоря Будем действовать, наверное, уже ближе к факту Фракции разные Я знаю, что во фракциях обсуждения есть Мысли какие-то есть Но пока, разумеется, никакого внесения кандидатуры Быть не может Потому что место руководителя комитета На настоящий момент занято И освободится только после утверждения кандидатуры ЗАГСобрания Принесения присяга И вступления в должность После того, как уже станет окончательно и точно ясно Что Галина Буркова уходит на пост Уполномоченного по правам человека Хорошо Еще из деятельности ЗАГСобрания Несколько тем Ну, во-первых Ну, сразу же тогда по социальным вопросам Раз пошли, да Во-первых, законопроект О увеличении штрафов За продажу вейпов И с нюсом детям Да Вот, честно, эта тема какая-то Тоже такая странная для меня Потому что Вроде на местном уровне Уже Заходили разговоры о том Что надо все запретить И мало того В 2018 году Штрафы по продаже вейпов детям Насколько я помню Были введены И сейчас объясняется тем Что эти штрафы недостаточны Да Ну, смотрите То есть Вот я один из авторов этого проекта Закона Мы над ним работали В одном разрезе Потом вынуждены были Скорректировать работу После того, как прокуратура Кировской области Перед Новым годом Вынесла на рассмотрение Зак Собрания Свой проект закона Введение административной ответственности О запрете, точнее, реализации Снюсов Несовершеннолетним То есть мы тоже хотели Ограничить распространение Этих вот модных Без табачных никотиновых смесей Я даже не знаю, как назвать Если вы знаете, что такое снюс Это не только скандинавский Жевательный табак Жевательный табак Это еще и пропитный никотином Кусочки фруктов и овощей Сухофрукты, которые продаются Леденцы, так называемые мармелад Леденцы, да То есть, да, это не курительный табак Да, нету вреда легким Но мы все прекрасно понимаем Что табак это нейротоксин Это доказано И для несовершеннолетних Это может быть либо Скажем так, просто вредно для здоровья Либо это подсадка на иные виды никотина Потому что зависимость никотина формируется Вот пока продажа снюсов И вот всех этих сложно сочиненных Фруктовых историй Они абсолютно легальны На территории Российской Федерации Вот тут я запуталась Потому что в конце прошлого года Как раз было довольно грозное такое Не знаю там сообщение из Москвы О том, что все надо везде запретить По всем регионам и прочее По-моему, Медведев тогда об этом говорил И чуть ли там не в очередь выстраивались регионы Чтобы отрапортовать, что все сделано И все у нас теперь чисто Вот правильно, Анна Это как раз вопрос того, что именно регионы Ограничивают продажу этих самых снюсов Вводят за них административки На федеральном уровне Пока регулирования этой темы отсутствует И какие-то проволочки Они приводят к тому, что дети Травятся этой отравой И, собственно говоря Здоровье их страдает Вот смотрите Прокуратура предложила приравнять Грубо говоря, без никотиновой смеси Вот эти вот снюсы к табаку То есть наложить на него все ограничения по продаже То есть запрет продажи несовершеннолетним Мы предлагаем увеличить административные штрафы Для должностных лиц и для юридических лиц Для юридических до 80 тысяч рублей За нарушение этих правил С чем это связано? А сейчас сколько? Сейчас, по-моему, максимальный предел 50 50, да То есть 30 тысяч сверху, чтобы мало не показалось Потому что, к сожалению, практика применения ограничений по продаже вейпов Вейпы это такие устройства для... Вейпы это пар Да, вот это когда идет парень, паровоз там за ним То есть это электронная сигарета или неэлектронная сигарета? Что-то такое? Это средства электронной доставки никотина в организм Вот их там сейчас великое множество Это системы, которые производятся табачными компаниями Типа ЭКО с того же самого Но мы не рекламируем, да Да, и т.д. и т.п. Вот не будем про все это рассказывать То есть суть в чем там прокуратура по СНЮСам предложила их ограничить Мы увеличиваем штрафы Потому что, ну, действительно возникает ситуация Как продавали, так и продают То есть и штрафы, которые налагаются Они кажутся компаниям, торгующим вот этой всей отравой детям Незначительными Незначительными Почему? Да потому что Прибежала к тебе рава школьников Ты им отторговал этих жидкостей Отторговал всех этих гадостей Получил прибыль, сверхприбыль Это же дешевый продукт в своем производстве А ответственность какая-то невеликая А вот сейчас у меня вопрос Жестко наказан Да, строгость российских законов Искупается необязательностью их исполнения Как известно Контролировать-то как? Штрафы-то, чтобы наложить Это же надо за руку поймать Я испытываю надежду на то, что у нас Как это? Мы строили, строили, наконец построили Вроде бы На финальную стадию вышло заключение Соглашения между правительством области и ОМВД О взаимодействии по ряду административных составов То есть помните, история давняя Всего лишь в нескольких субъектах Такие соглашения заключены И итогом является, что полицейские Не администрируют многие составы То есть, грубо говоря, по вейпам Должны ответственность налагать представители органов Места в самоправлении, у которых полным-полно Других там каких-то полномочий Если там на нарушение закона о тишине Они реагируют В силу множественности обращений То вот по этим незнакомым вещам Они как-то не проявляют особой прыти То есть сейчас В связи с увеличением штрафов Это поступление Увеличение дохода в бюджет потенциальных В связи с включением Возможным во всю эту историю полицейских Мы надеемся на то, что будут достигнуты положительные результаты В борьбе с этой гадостью То есть это будут какие-то рейды, я правильно понимаю? Да, конечно Пока же я вижу, что стоят подростки в торговых центрах рядом И дуют себе спокойно вейпы Хотя не имеют никакого права им прийти штуковины продавать Понятно Если взрослый человек видит такого подростка Он может куда-то обратиться? Рассказать об этом? Слушайте, вот в этом как раз большой вопрос Если я знаю, куда позвонить по тишине То здесь я, честно говоря Скорее всего, в комиссию по делам не совершеннолетних При уровне муниципального образования Телефон, который не везде есть Мы этот вопрос будем задавать При рассмотрении проекта закона на комитете Потому что мы понимаем, как это можно администрировать Но не понимаем, как все элементы пазла сложить воедино Я думаю, мы к этому придем Рассмотрение тоже в этот четверг? Да В этот четверг, 20-го числа Хорошо, еще один законопроект Я думаю, что мы, наверное, начнем И, может быть, после перерыва продолжим Это история, ну, тоже такая история Социальная отчасти Потому что бизнес Кировский Говорил о том, что Изменения, скажем так, в администрировании налоговом На некоторых видах бизнеса скажется очень серьезно Речь идет о том, что продавцы обуви И лекарств Ну, вот с весны и лета этого года Лишаются возможности использовать Един налог на обмененный доход Да, и сейчас Я так понимаю, что у многих из них Под вопросом стоит вообще История существования бизнеса Так ли это? Действительно, это так Перед Новым годом Довелось встречаться на площадке Торговой промышленной палаты С предпринимателями, которые Ну, это прежде всего представители аптечного бизнеса И обувных компаний Небольших, потому что ЕНВД применяет Небольшие компании Применяли Меховщиков не было Хотя меховщики тоже В 2020 году попадают На это регулирование Но у них И маркировка давно была введена И, видимо, рентабельность Бизнеса другая То есть действительно был там Глаз вопиющих То есть люди реально просили им помочь Сделать хотя бы какой-то переходный период Для того, чтобы они могли Не потерять бизнес как минимум Вот по итогам встречи с предпринимателями Мы с коллегами из Единой России Дэнни довели эту информацию до губернатора Он попросил нас заняться тем Что, ну, собрать информацию по территориям Как обстоит дело с бизнесом Действительно ли существующие Точнее, вот новые ставки ЕНВД Будут убийственны там для людей Было большое количество встреч Мы там на площадке Единой России Всю информацию собрали И по поручению губернатора Руководителя регионального отделения партии Мы внесли этот проект закона Устанавливающий льготные ставки для ЕНВД По упрощенке, да Для тех, кто ранее применял ЕНВД То есть для тех, кто находится на системе дохода Это не 6, а 4% Для тех, кто работает на системе дохода Минус расхода не 15, а 7,5% То есть в два раза меньше тут получается Там в полтора, оттуда в два Да Это позволит существенно снизить нагрузку А самое главное, что важно для нас Это позволит людям купить оборудование для маркировки Это же отдельные деньги Надо получить электронную цифровую подпись Надо подключиться к системе Честный знак, который глючит И это обувщики нашей кировской гражданой глючит Закупить электронные кассы И нанять бухгалтера Потому что упрощенка, она требует там иного подхода ЕНВД очень просто администрируется Вот мы им по большому счету резерв финансовый Высвобождаем на все вот эти виды деятельности Мы принимаем на этом заседании ЗАГС собрания проект закона в первом чтении Будем дальше рассматривать и обсуждать с предпринимателями Возможно, вносить какие-то корректировки Для того, чтобы максимальное количество предприятий сохранить И самое главное, не допустить роста цен на лекарства и на обувь Для социально незащищенных условий населения Это в основном дальние уголки области В Кирове большинство сетей работают аптечные Все же на иных системах налогового обложения А когда мы можем говорить о том, вообще каков результат? Ну, то есть вы анализировать будете к концу года ближе Или пораньше немножко? Мы входной контроль будем Ну, то есть вот по ходу реализации Думаю, первый раз мы вернемся по итогам первого полугодия То есть в середине где-то года примерно, где-то летом Хорошо, мы сейчас делаем перерыв на рекламу Роман Титов в нашей студии, и мы продолжим Особое мнение на 101FM Роман Титов в нашей студии Я вице-спикер Законодательного собрания Кировской области Человек, к которому часто, кстати говоря, обращаемся за комментариями По проблемам, связанным с долевым строительством Я хотела, Роман, попросить вас прокомментировать Уход Руслана Бундерчука Министра строительства Вот вроде бы время такое горячее как раз То есть с одной стороны У нас с дольщиками проблема так и не решена В Кировской области Вроде бы официально она не настолько остра То есть там нас не приводят, в пример, как Ростовская область Но от этого каждому отдельному дольщику Не слаще Не слаще, да Так, и с одной стороны вот эта вот история С другой стороны, вроде бы сейчас строительный рынок Должен как-то готовиться к тому, что будет некий разогрев Учитывая те поправки, которые там были предложены Путиным Учитывая увеличение материнского капитала Все говорят, что сейчас, извините, пожалуйста Рынок пойдет в рост, цены вверх Вот, ну, то есть как-то вот Если рынок пойдет в рост, цены гораздо должны снижаться На самом деле Нет, нет, рынок, в смысле, по цене пойдет в рост Да Ну, смотрите, там, для меня уход Руслана Анатольевича Бондарчука Стал определенной неожиданностью В каком-то плане Я с утра с ним разговаривал К вечеру Ничего не предвещало Подошла, да Звоню, он говорит, да, правда Сама, скажем так, сама сфера деятельности очень тяжелая В которой огромное количество проблем Строительство, я имею в виду, проблем Накоплено в том числе в предыдущие годы У нас с Русланом Анатольевичем было два периода, скажем так Взаимоотношений То есть первый период это, наверное, где-то до осени прошлого года Когда, ну, часто мы переходили в конфронтацию Мы, это имею в виду, в том числе депутаты законодательного собрания Только я лично Потому что видели проблемы и по реализации программ переселения Видели проблемы по развитию рынка строительства И т.д. и т.п. И, наверное, на раннем этапе мы могли бы подсказать В силу определенного опыта работы с этими сферами Какие ошибки совершать не надо Второй период, как раз с осень прошлого года Когда Руслан Анатольевич начал прислушиваться, советоваться И итогами стали в том числе возвращение к необходимости создания регионального фонда Защиты дочек А мы же помним, что летом прошлого года нам министров говорил Нет, нет, это очень дорого, нам это не по силам Сейчас мы понимаем, что как раз федерация дает деньги, которые мы сможем привлечь Руслан Анатольевич в последнее время стал больше, ближе общаться с дольщиками Стал меньше недовольных Особенно после того, как ряд одиозных персонажей из Минстроя были им Как раз по его просьбе люди ушли Это люди, которые вызывали определенное неудовольствие дольщикам И по коммуникациям, по решению их проблем Я не буду называть Сотрудники министерства Но в то же время, наверное, я думаю, что он решение принимал исходя из двух факторов То есть первый, это появившаяся вакансия в службе занятости Куда Руслан Анатольевич переходит работать Перешел, точнее, уже по моей информации В качестве кого? В качестве исполняющей обязанности руководителя областного службы занятости населения Ну вот такая информация и есть А во-вторых, связанность с амбициозными задачами Решить которые очень сложно Не являясь все же профильным специалистом в сфере жилищного строительства Да, я напомню, Руслан Бондарчук пришел в Минстроя из Минздрава Ну, где он закурировал в том числе тему строительства Но не строитель по жизни Когда мы видим, что к 2024 году, по-моему, нам надо в Кировской области Нарастить темп жилищного строительства, ввода, точнее, жилья До 824 тысяч квадратных метров в год А сейчас сколько? В этом году мы до 600 не дошли В условиях спада То есть на 25% В условиях спада спроса В условиях того, что строительный рынок плющит, извините, и колбасит От перехода на скроу счета От изменения 2014 закон То есть необходимо, как рыба в воде себя чувствовать на этом рынке И принимать те решения, которые смогли бы зарядить строительный рынок энергией и деньгами В том числе со стороны, точнее, по линии тех вот инициатив Там это деньги на первого ребенка Это социальная ипотека Да, материнский капитал И т.д. и т.п. То есть, конечно, это драйвер Но если все это не собрать Эти элементы пазла не собрать в единую картинку Ничего не запустится И я думаю, что Руслан Анатольевич просто увидел, что он не сможет этого сделать И принял для себя, на мой взгляд, единственное правильное решение Вместо него кто будет известный или нет? Пока обязанности исполняет Ирина Кислухина Это без сомнения профессионал и человек, у которого отличные отношения И со всеми игроками рынка, и с ассоциацией Союз строителей Кировской области То есть она в тему погрожена полностью Конечно, да То есть она пусть не находится на уровне зама Но это главный архитектор Кировской области Что может быть более связано со строительством? Будет ли она руководить Минстроем? Не будет ли руководить? Пока, мне кажется, рано говорить То есть события прошлой недели мы обсуждаем А утверждение нового-то министра когда должно произойти? Есть какие-то регламенты? Или в статусе исполняющего обязанности Ирина Кислухина может работать долго? Министр ЖКХ, ИОС, по-моему, с 1 ноября прошлого года Это Журавлев вместо Игоря Юрьевича Редькина То есть никаких здесь вещей нет Я думаю, будут определенные смотрины, извините за выражение Подбор персонажей Потому что большое количество показателей нацпроектов Святое со строительством Соответственно, от человека, который будет этой стройкой заниматься Зависит и в том числе Место Кировского в системе интегральных показателей По выполнению нацпроектов Да и просто развитие Комфортной среды вокруг нас Строительной среды, имею в виду Тоже зависит от Минстроя Поэтому, думаю, лучше пусть человека медленнее подбирают, чем торопятся Пусть это будет достойный кандидат Раз уж мы заговорили про поправки, предложенные президентом Я все-таки Рамона не могу не спросить Сегодня газета «Коммерсант» пишет о том, что Есть две предполагаемые даты Когда может быть проведено всероссийское голосование По поправкам в Конституцию России Это либо 22, либо 29 апреля Даты не окончательные Там я напомню, да И у меня сразу же к Раману вопрос Ну, когда дату утвердят Вероятнее всего это будет все-таки апрель Как пишут наши московские коллеги Туда надо идти или нет? И зачем? Я считаю, что идти туда надо Для меня эта история абсолютно личная Потому что я прекрасно помню Как только получив избирательное право В свои 18 я этим правом воспользовался И пошел голосовать как раз за Первую Конституцию Как новой России То есть текст, который я прочитал еще тогда И для меня, ну реально это личная история Я сейчас слежу за событиями Которые происходят вокруг темы поправок в Конституцию Изменений в Конституции Оцениваю разный вариант Но я считаю, что каждый должен высказаться Прийти и высказаться, проголосовать за эти поправки Поддержать там их Если за счет это для себя важным, нужным и уместным То есть я лично пойду голосовать Нет ли ощущения, что это все формальность? Нет ощущения, что это формальность абсолютно Иначе, ну Президент в том числе говорил, что и мнение людей важно Поэтому уверен, что Идти голосовать важно и необходимо Хорошо, ладно Ждем тогда, в общем, окончательной даты И смотрим, так как это все будет организовано В Кировской области, пока ясности нет Постоянный слушатель Виктор спрашивает Не знаете ли вы, Роман, станет ли парковка У правительства платной? Не знаю Могу только понадеяться, лишь что В следующем году на месте одной из частей парковок Не будет организован каток Как было сделано в этом году Ну, я говорю про парковку У одного из корпусов Вятского госуниверситета Сразу видно, что у нас с вами было одинаковое детство В одно и то же время Да, потому что, ну, действительно большое количество людей Приезжают сюда, в том числе в правительство Я имею в виду, в том числе за какими-то Бумагами, формальностями И хотелось бы, чтобы парковочные места были По меньшей мере в наличии Я сейчас приезжаю на работу к 8 утра И часто я не нахожу парковочных мест Поэтому думаю все же, что Ну, каток это, конечно, прекрасно Наверное, можно его чуть-чуточку сдвинуть Тем более в этом году он не очень хорошо работал Хорошо, Роман, если вы не находите рабочее место Парковочное место, когда приезжаете на работу И многие не находят парковочное место В районе театральной площади Может все-таки назрела уже необходимость Вводить платную парковку здесь Потому что театральная площадь, я напомню, да? Один из адресов, который назывался Где первая в пилотном режиме может парковка заработать У меня пока информации об этом нет Необходимость есть? Необходимость я не знаю Честно говоря, не знаю А в городе в целом? В городе, думаю, да У правительства, ну, смотрите, все же там Ладно, работники, но ведь люди приезжают сюда За какими-то документами в том числе В том числе граждане, да? Во второе здание за справками Почему они платить-то за это должны? Не очень понимаю Ну, какой-то там период, например, установить бесплатный Там час, условно говоря, дальше платный нет Ну, в таком режиме, да А в целом, ну, слушайте, вот, например Я предпочитаю на работу ездить на личном транспорте И не злоупотребляю возможностью Использовать служебную автомашину То есть, поверьте, там, от того, что Я буду вынужден перестать ездить на личном транспорте И пересяду на служебную Из-за того, что мне придется платить за парковку Вряд ли бюджет что-то приобретет Скорее он даже потеряет Вот, пока мне удобнее ездить самому Я не, там, экономлю государственные деньги На ГСМ, на прочее, прочее И многие, кто вот здесь вот паркуется, также экономят Не знаю, это вопрос обсуждения Хотелось бы понять просто, что это даст Вот, платная парковка у правительства То есть, это для кого она будет платная парковка Будут ли приезжать сюда чиновники там Поработать и тут же там часть зарплаты отдать за то, что эта машина стоит Не знаю Но в целом в городе назрела необходимость платной парковки вводить Ну, однозначно То есть, есть места, где припарковаться просто невозможно И где хотелось бы, ну, какой-то понятный режим То есть, вот, или так, или так Или ты там, будучи сотрудником, там паркуешься Но есть место, выделенное для граждан, которые могут заплатить там Не очень много денег Но воспользуете место, ну, мне кажется, что назрело в ряде территорий города точно Какую-то, конкретно какую-то можем привести в пример Вокзал не самый удачный вариант Вокзал не самый удачный вариант Мне кажется, надо смотреть по платным парковкам вдоль Октябрьского проспекта Вдоль Октябрьского проспекта Хорошо, Роман Титов, в нашей студии еще полторы минуты у нас остается Все-таки чуть-чуть про общественный транспорт успеем Пересадочный тариф, который введен в пилотном режиме в городе Кирове И я понимаю, Роман, вы не пассажир общественного транспорта Почему порой я и пассажир общественного транспорта И так бывает, машина сломалась, поехал на автобусе Да и порой доехать до магазина проще так Мне бы хотелось другого, наверное Сама идея, она правильная Но давайте посмотрим, как это в Москве организовано То есть ты можешь купить проездной на один день Можешь купить проездной на три дня При всем при этом, если ты Или месячный проездной При всем при этом, если ты месячный покупаешь У тебя стоимость поездки в Москве, а там, напомню, 54 рубля за поездку То она у тебя становится 32 рубля Очень интересно То есть в разрезе стоимости поездки Значительное удешевление Пока я, посмотрев Разнообразие тарифов На эти самые, на электронные проездные карты Не вижу вообще никакой логики Чтобы покупать там месячную эту карту Там экономика несущественная Пересадочный тариф Сколько там у нас планируется? 45 минут? 30 минут 45 вообще невыгодно 30 минут, полчаса На мой взгляд, надо это время точно увеличивать Потому что человек сел Не по своей вине попал в пробки на автобусе И уже не может пересесть по льготной цене Наверное, там 90 минут уместное время А так-то вот еще раз Суточные и месячные проездные билеты От чего в свое время отошли Там льготные по хорошей цене Вот это было бы востребовано Услуга востребована И пересадочный тариф Время надо пересматривать Говорит Роман Титов Вице-спикер законодательного собрания Председатель комитета по бюджету и налогам Романа благодарю за его особое мнение На этом программа завершается До свидания Особое мнение на 101FM